приветик всем я сейчас стою уже 5 минут или даже больше смотрю как стирает новая стиральная машинка вот так вот видите в окошко очень интересно вот можете тоже вместе со мной посмотреть это моя первая стиральная машинка которая именно вот которая вот именно можно сказать моя вот наша с колей такая вот которую мы сами выбрали и она вот ничья нибудь или вот не просто где-то уже стояла а вот именно ну понимаете в общем наша первая стиральная машинка это приятно не знаю мне прям нравится смотреть что вот можно в окошке смотреть как она стирает круто да но самое интересное что вообще немного было разных стиральных машинок конечно же да смысле не у меня было я стирала в разных стиральных машинках и когда мы все жили с моими родителями тоже них конечно была своей стиральная машинка которая он тоже дуанной стояла похожее потом мы были убери Eden你可以 же или него была своя стиральная машинка не было тоже с таким кружочком и тоже можно было смотреть но она стояла в темном углу, поэтому было не очень-то так видно, как там, что стирать. Ну и тем более я там тоже стеснялась и не смотрела никогда. Ну и она тем более не моя была. А потом мы снимали квартиру в Москве. Мы жили в Москве. Ну, тоже снимали квартиру, когда приехали. И там была уже стиральная машинка готовая. То есть нам не надо было ее покупать. И она была тоже таким окошком, но какая-то старая достаточно. И мне она тоже нравилась, но все-таки не совсем нравилась, потому что опять она была чужая, но с окошком. Вот то, что с окошком, это очень круто. Мне кажется, вообще вот стиральная машинка с окошком это самое крутое, что есть. Можно сидеть и смотреть, как она стирает. В общем, это очень интересно. А потом мы еще поехали в Голландию с Колей. И там мы жили сначала в общежитии, а потом мы снимали дом и вот жили в доме. Вот. И когда мы жили сначала в общежитии, там на каждом этаже была своя стиральная машина и своя сушильная машина. Представляете, в каждом общежитии была сушильная машина. Я так удивилась. Я первый раз вообще в Голландии увидела сушильные машины. Ну, про сушильные машины потом расскажу. А про стиральные, да, там были тоже стиральные машины. И они были такие огромные, просто гигантские. По-моему, у меня было окошко, они были просто закрыты. Такие гигантские стиральные машины. Но мы особо ими там не пользовались, потому что мы руками стирали все. Ну, как-то не знаю. А потом, когда уже сняли дом, в Голландии, в городе Хилсум, такой маленький город Хилсум, а за ним Ренку. В общем, мы там сняли дом. Это дом нашего коллеги по работе. И у него был обалденный дом, трехэтажный, короче, очень крутой дом. И мы вот в этом доме жили, он уехал, и мы как бы заодно следили за домом, мы жили там. И у него была как раз стиральная машинка, просто какая-то гигантская. И плюс у него была сушилка. И мне понравилось тогда, тоже я подумала, все, я приеду в Москву, и я обязательно хочу какую-нибудь прикольную стиралку и сушилку. Вот, и мы сейчас думали тоже покупать стиралку, сушилку. Даже есть варианты, чтобы купить вот стиральную машину вместе с сушилкой. Но мне такой вариант вообще не нравится, потому что я не люблю какие-то мультифункциональные штуки. Но вообще, мне кажется, что... Ну, я читала, что если машинка стиральная плюс сушильная, они получаются не такие прикольные. И они как-то... У них там разный механизм, поэтому лучше так не делать. Вот. И мы, в общем, купили вот эту стиралку. И воздавили ее в ванну. Сейчас... А, я вам сейчас еще покажу. Коля придумал коврик. Вот у нас коврик сверху, видите, зеленый. Этот коврик раньше был на полу. Вот здесь вот лежал на полу. Но он очень быстро пачкался, потому что он такой чистенький, видите, зеленый. Если наступаешь тапками или чем-то, он очень портится, пачкается. Вот. Мы его сейчас постирали. Думали обратно положить. Но не тот-то был. Коля придумал положить его на стиралку. По-моему, очень круто. И получается, так сразу уютно заходишь, и такой зеленый домик, в общем. Да. Вот. Вот еще можете посмотреть, как машинка стирает. Мне так нравится. Вообще. Вот.